Всех приветствую! Сегодня 2 апреля, суббота. Весна пришла и в наш поселок Мавасерет. Сегодня потеплело очень. Распустилась черешня. Внизу лимоны уже поспели. Тихо, спокойно в субботу, как видите. День покоя. Люди отдыхают. Да, не хватает этого мира и тишины. Украине, дай Бог, смилуется над страной и война закончится. Я приятно удивлен, что ромашки в апреле месяце расцвели. Видите, как на удивление они одной живой души. Кое-где машина проедет, а так тихо, спокойно, людей не видно. А там вдали, ребята, смотрите, вдоль почти деление горизонта. Чуть ниже, там пещеры есть. Не знаю, насколько... Моя камера слабенькая может это показать вам. Сейчас увеличу. Пещеры. Кто-то там живет. Тепло очень хорошо. Так, пойдем дальше. Так, вот такие, видите, тут маленькие участки земельные. Растет, к сожалению, только одно дерево. Интересно. Везде капельная система полива установлена. Видите, вот трубки коричневые. Мечта дачника и садовода. Капельная система полива. Здесь растут разные типы деревьев. Вот рядом даже пальма. Ну, понятно, здесь субтропики. Климат подходит. Очень красиво облагородили они вот кольцо автомобильной дороги. Сейчас ближе подойдем. Здесь выложили вот таким вот камнем декоративным, грубой формы. Высадили цветы. Не знаю, мы их в детстве называли собачки. Я помню, в садик ходил. Такие росли вот наподобие собачек, похоже. Язычок. Мордочка. Дальше тоже, видите, такое идет разделение по сегментам. Что-то будет высаживать. Какая-то крошка из глины, из белого камня. И посередине вот масленичное дерево. Очень красивая архитектура зданий. Вот есть такие элементы, скажем так, архитектурного стиля. Как в древнем Риме использовались колоннады, арочный свод. Вот такая треугольная крыша. Везде наблюдаются арочные своды. Вот такой сквозной проход красивый. Замечательный. И это, ребята, всего лишь маленький поселок в пригороде Иерусалима. Потеплело сегодня очень сильно. Я вышел на пробежку. Мне даже жарко стало. Хотя я в шортах. Кофту надо было не одевать. Очень тепло. Вот везде имеются установленные аккуратные указатели улиц. Даже на английском языке, чтобы люди могли ориентироваться. Ну вот. Местные магазины спортивных для спорта и туризма. Деревья цветут красивые. Не знаю, что это. Вишня, не вишня. Лимоны крупные. Оперативные. Ну, в общем, вот такое все. Цветет и пахнет. К сожалению, для аллергиков. Ну, у кого аллергия, это не очень приятный период. Начинает все чесаться. Зуд. Так, здесь цветы высажены. Так, это вот местный мусорник. Здесь тоже идет разделение мусора на... В общем, жильственные банки. Бумага, картон, пластик. Да, к сожалению, только исчезли контейнеры для пластиковых бутылок. Недавно добавили в чек. В общем, стоимость пластиковых бутылок. Там 30 огород, 30 копеек за бутылку. Как бы, в принципе, если ты бутылки собрал, ты можешь эти пластиковые сдать в пунктах приема, и тебе эти деньги вернут. Но, к сожалению, кто там эти бутылки будет собирать. И куда-то везти непонятно сдавать. Ну, кто-то занимается. Поэтому раньше был здесь контейнер такой сеточный для пластиковых бутылок. Все, нет. В общем, эту услугу, обязанность перекинули на плечи людей. Чтобы люди сами куда-то отвозили. Какие-то копейки получали за это. Вывел на прогулку своего питомца. Он покакал. Хозяин, будь добр, убери какашки после собачки своей. Ну, к сожалению, не все убирают. Человеческий фактор. Так, ну все, ящерицы проснулись. Так, эта маленькая какая-то побежала. Красивица. Ну, здесь есть и крупные ящерицы. В общем, они очень ловко ползают по стенам. Заползают в дома. И радуют своим присутствием женщин. В общем, ну, такие гости бывают. Так, все, пчелы уже опыляют. Пчелка, пчелка, дай дикого меда. Хочу дикий мед попробовать. Потому что то, что в банках, в магазинах, это какой-то растопленный, непонятный мед. Обожаю это место. Здесь продувается ветер, свежесть. И вид очень красивый. Вот аккуратная такая лавочка. Для одинокого наблюдателя. Правда, вид на кладбище. Впереди не очень хороший. Подвесной мост. В общем, Иерусалим раскинулся на семи горах. Вот это все Иерусалим. Наверное, плохо видно. Да, внезапно весна пришла. Ночью было холодно. Температура опускалась до 10 градусов. Было прохладно, особенно в ущелье. Там тоже пещеры есть внизу. Нужно будет сходить на экскурсию когда-нибудь. Ночью, кстати, с ущелья поднимаются шакалы в поисках пищи. Сетка для них это не помеха. Они спокойно пролазят сквозь нее. Тихо, спокойно, слава Богу. Хотя на душе тревожно. Вчера начался Рамадан. Мусульман, поэтому стоит ожидать сюрпризов. Как обычно. В общем, ребята, благоустройство поселка я вам небольшую частичку показал. Пишите вопрос. Комментируйте. Чего хотите увидеть. Я, к сожалению, сейчас очень редко выкладываю видео на своем канале. В связи с этой войной в Украине у меня всякое настроение пропало что-то делать. хочется проснуться и чтобы это все казалось кошмарным сном. Но, к сожалению, это реальность. Поэтому вот так. Ну ладно. Я всем желаю мира, здоровья и всего лучшего вам и вашим родным. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok